Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Всем доброго утра, Олег Пек и Александр Шунин. С вами продолжается Утро на Болткоме. Мы переходим к культурной нашей части программы. Неоднократно мы уже в нашем эфире встречались с автором песен, исполнителем, продюсером Алексом Сильверсом. Доброе утро. Но сегодня вот он пришел со своей подопечной, с певицей Юлией Майер. Здравствуйте, Юлия. Доброе утро. Мы говорили вот о том, какие возможности дают участие нашим латвийским артистам выступить за пределами Латвии. То есть насколько, в принципе, это расширяет возможности карьеры, появляются новые какие-то связи. И вот уже я понимаю, что у Алекса такая протоптанная тропиночка с фестивалем «Славянский базар». Мы неоднократно вот говорили о участии Алекса в этом конкурсе исполнителей. Вот, может быть, несколько слов о том, что сейчас, вот как готовится, когда пройдет этот фестиваль. И о том, в принципе, я понимаю, что Латвию каждый год представляет вот один какой-то, уже стало такой традицией, что от Латвии едут исполнители на этот конкурс. От многих стран едут свои представители. В этом году у нас такой счастливый 30-й юбилейный фестиваль. И мне безумно приятно, что именно моя подопечная является нашим представителем нашей страны. Да, фестиваль в этом году готовится абсолютно масштабно. Я уже видел макет сцены. Это просто все в голографических экранах. Это большие масштабы. Это очень много гостей. И, безусловно, в рамках фестиваля всегда проходит конкурс «Витебсг-2021» в этом году. Конкурс вокалистов, конкурс певцов. И мне интересно, что же будет в этом году в плане других конкурсантов, какая будет конкуренция. Но в этом году мы очень тщательно готовимся для того, чтобы представить страну на очень-очень хорошем уровне. Юлия, как вы, во-первых, нашли друг друга с Алексом Сильвесом? Каким образом вы выбрали его в качестве наставника, продюсера, человека, который открывает там дальше двери? И вот насколько вы волнуетесь, не волнуетесь, уверены в своих силах? И как проходит та самая тщательная подготовка? По поводу нашей совместной работы с Алексом все максимально просто. Я выиграла первое реалити-шоу в Латвии «Музыкальный дом». Суть заключалась в том, что 10 ребят в одном доме проходят всякие испытания. И главная их цель – это написать авторскую песню, после которой голосовали зрители, жюри. И мне посчастливилось выиграть этот конкурс. И главным призом был контракт с музыкальным лейблом by Silver's Music. Таким образом мы стали вместе работать, хоть и до этого были раньше знакомы. И я безмерно счастлива такому наставнику, потому что он действительно очень помогает. Он делает все для максимально комфортной, максимально продуктивной нашей работы. И это очень-очень ценно. По поводу «Славянского базара» мы действительно очень усердно готовимся. Наши репетиции проходят каждый день. Мы прогоняем наши номера по очень-очень много раз. У нас готовы костюмы. Ну, мы действительно уверены в том, что Латвия в этом году будет представлена качественно и профессионально. Потому что мы для этого стараемся каждый день. А вот вы сказали, что готовим костюмы, песни. То есть из чего будет происходить? Вам нужно в том числе. Во сколько этапов будет проходить конкурс вообще? В 2018-м, когда я представлял Латвию, у нас был и полуфинал, и финалы. И странам нужно было пройти и квалифицироваться из полуфинала в финал. После меня как раз на следующий год отменили полуфиналы. И теперь все конкурсанты попадают сразу в финал на большую сцену. То там уже свои правила действуют. Есть два конкурсных дня, где конкурсанты поют песню на славянском языке. То есть любой славянский язык, украинский, белорусский, русский, неважно какой. И второй конкурсный день – это мировой хит. Где все конкурсанты поют песни, которые знают все, включи первые аккорды, все их узнают. И вот в два этапа проходит фестиваль, конкурс. И после второго дня мы узнаем, кто же занял какое место. А песни вы можете сами выбирать? То есть не вам предлагают или как? Все конкурсанты со своими продюсерами, менеджерами, либо кем-то они выбирают сами авторский материал. И мы в содружестве с Еленой Швилпе, вместе с Илоной Багилой, мы выбирали тщательно этот правильный творческий материал, потому что я им очень доверяю, и на все время мне очень помогли с правильным моим материалом. И в этом году, мне кажется, мы выбрали потрясающую песню. Сразу два вопроса. Во-первых, какой мировой хит был выбран для Юли? А второй вопрос с точки зрения организации. А есть ли более одного конкурсанта выбирают одну песню? Юля? Мировой хит у нас песня великой всем известной певицы Уитни Хустон, песня «Run to You». Я считаю, что это лучший вариант для меня, который мог быть, потому что эта песня очень чувственная, очень эмоциональная, и что, естественно, самое важное, очень-очень вокальная. А по поводу одинаковых песен, это как бы исключено, потому что продюсеры, организаторы фестиваля отслеживают все это, и участники присылают сразу несколько вариантов, которые они могут исполнить, как раз-таки на случай того, если вдруг произойдет такое, что несколько участников выберут одну песню. То есть здесь, видимо, работает система, кто первее отправил свой вариант, тот и поел. У вас было несколько запасных вариантов, и это? На самом деле у нас не было никаких запасных вариантов, потому что мы были уверены, что эту песню никто не возьмет, и так, собственно, и вышло. Уитни Хустон брать очень тяжело, если ты не готов к такому формату, и мы были уверены, что эта песня будет свободной. Она оказалась свободной. Уже с маленькой удачи начинается ваше большое путешествие на Славянский базар. Я надеюсь, закончится большой удачей. Именно так. Какие возможности открывают, даже не победа, а, скажем, участие на Славянском базаре? Что это дает? Во-первых, это огромный опыт, потому что такая сцена, такая организация, прямые эфиры, телеканалы и прочее, и прочее. Ну, такого нечасто можно увидеть, попробовать и узнать, что же это такое. Потому что в первую очередь для меня основная цель – это выйти на эту сцену и посмотреть, и попробовать себя. Потому что настоящий артист, выйдя на такую большую сцену, это хорошая проверка для него. Он не должен потеряться, не должен испугаться, потому что такие масштабы, они могут просто съесть артиста. В первую очередь это огромный-огромный опыт, ради которого туда я и еду. Я честно признаю, что для меня участие в Славянском базаре стало знакомством с моим нынешним музыкальным директором, которое привело и к большим хитам, которые стали действительно в больших ротациях в Белоруссии, в Украине и в России. Большой тур, к которому мы пришли тоже по Белоруссии. И это большая-большая работа с различными артистами, продюсерами, музыкантами. И во время Славянского базара есть возможность познакомиться с таким большим количеством людей, ты никогда не знаешь, к чему это приведет. Из одного фестиваля можно перекочевать в три других, и там еще также достойно представить Латвию, а то и в различные проекты. Никогда не знаешь, где ты с кем познакомишься, кто тебя увидит на этой сцене, кто тебя оценит. Латвия за время существования Славянского базара, насколько она показала себя, насколько успешно было участие артистов из Латвии? На самом деле, достаточно успешно. Наша певица, моя коллега Саманта Тинна, она заняла первое место, и для Латвии это пока самый наивысший результат. В то время, мне кажется, если мы берем после Саманты, было важно пройти в финал, что крайне редко удавалось. До меня, к сожалению, Латвия не проходила пять лет в финал, и когда я ехал, мне было сказано, не важно, что ты займешь в финале, как на Евровидении, но, пожалуйста, пройди в финал. Вот, собственно, так и произошло, а дальше полуфиналы отменились, и теперь всем очень комфортно и удобно сразу попадать на главную сцену. Да. Аликс, а может быть, вот несколько слов о том, что сейчас происходит в вашей жизни, какие новые песни, проекты, что еще? На самом деле, я на долгое время пропал, потому что мы с моей командой делали наш большой продюсерский центр, где мы, помимо вокала, еще и продюсируем артистов. У меня есть три любимых артиста, с которыми я работаю, и я ушел максимально в композиторство, если так можно сказать, и мне на какой-то период жизни очень понравился этот момент, потому что интересно создавать что-то новое. То спустя почти год молчания, плюс вот эта вся ситуация в мире, где было не особо резонно выпускать что-то глобальное, наконец, через неделю на Славянском базаре я представлю новую песню, которая была написана специально для меня очень-очень крутым автором, не могу сказать пока кто, мы оставляем это в секрете. И там будет премьера песни, ну а затем гастроли, которые возможны сейчас в данное время, и не только по Белоруссии, но еще и России. Интересно. То есть нас ожидает два, по большому счету, дебюта на Славянском базаре. Это новая звезда и новая песня от уже заслуженной звезды. Что нам показывает время? Пора переходить уже к песне? Нет, еще есть пара минут. Еще есть время поговорить. Композиторство. Почему? Это шаг к определенной развитию, это что-то, что переполняло и вот наконец-то получило тоже шанс развиться. Так давайте отвечать честно надо или красивая история? А это на вашей совести останется, так что как хотите. Нас устроит любой ответ. На самом деле мы прекрасно знаем, что композиторство – это большая… Ну, кто знает из музыкальных коллег, что композиторство – это достаточно титанический труд, это большая работа, это аранжировка, это слова, это мелодия. Для того, чтобы песня получила одобрение радио, нужно очень-очень сильно постараться. Сейчас радио очень выбирают, что хотят, что не хотят ставить в эфир. И вот это вот желание понравиться и сделать так, чтобы песня стала хитовой и радийной, для этого нужно приложить очень много усилий. И в первую очередь для меня это, естественно, это творческий выплеск себя, но это еще и работа, за которую любой композитор, автор получает, естественно, деньги. Но начальный этап для меня, безусловно, это состояние эйфории, когда ты написал песню, смотришь на текст, мелодию, аранжировку, все это сложилось, в итоге исполнитель ее спел. Вот, допустим, мы скоро представим Юлину композицию «Карма», и ты вот понимаешь, когда все записалось уже, что ну вот да, да. А потом, когда ты сейчас получаешь одобрение от радио, они говорят, мы берем в эфир, мы берем в горячую ротацию, мы берем в эфир, и ты понимаешь, что работа была сделана на отлично, так еще и это и заработает. Алексей, у меня сразу вопрос. Вот, а насколько действительно, я сейчас скажу страшную вещь, радио все-таки является таким мерилом успешности песни, потому что сейчас, мне кажется, что можно даже и через голову радио напрямую к слушателю в смартфон впрыгнуть через всякие Spotify и так далее, вот насколько вот здесь, может быть, нужно ли обязательно пытаться понравиться определенной вот какой-то радиостанции, сделать родиной, или, может быть, можно сделать более, условно говоря, грязную, то есть более резкую, грубую песню, которая захватит там молодых людей? Я, наверное, из того потока людей, которые любят качество и смысл песни, но вот я все вот эти в ряд тикток песен сейчас, к сожалению, это не мое, хотя я уважаю такое творчество, оно заходит, людям нравится, и все с ним замечательно, но я все-таки люблю понятие радио, потому что когда музыкальный редактор говорит «хорошо», тогда работа сделана хорошо, и для меня все-таки важно, чтобы композиция попала на радио, потому что, как ни крути, люди слушают радио, люди слушают музыку, и на радио, как мне кажется, все еще пока осталась хорошая, качественная музыка, до которой тикток еще не добрался. Буквально пару слов, может быть, о песне представить, чтобы ее, как она появилась, что это за композиция? Песня «Карма», как и все мои песни, которые написаны Алексом, они очень личные, они о личных переживаниях, о личных эмоциях, и я думаю, что именно этот трек очень откликнется, особенно в женских сердцах, потому что, ну, будем честными, сколько раз девушкам разбивали сердца, сколько раз они плакали, сколько переживали, а вот эта песня, она такое... Вот с этого момента поподробнее. Алекс, значит, вот как написать вот для девушек, от лица девушки, которые разбили сердце? Нужно поговорить, давайте будем говорить, в данном случае с заказчиком, да, либо с твоим артистом, нужно пережить историю вместе с ним, и нужно знать, что же произошло в душе, потому что все композиции, которые я пишу, я до этого с человеком очень долго разговариваю, мне интересно, что мы пишем, для кого мы пишем, и какая тема. И когда Юля рассказала свою, ну, уже теперь, уже неважно какую историю, тогда она была несчастная, то я понял, что надо выплеснуть все эти эмоции, расставания, печали и грусти в эту композицию, но с такой запятой о том, что карма, она все-таки возвращается, и бумеранг тоже возвращается, и послушай обязательно эту композицию, и поймешь, что она написана именно тебе, и карма в любом случае вернется. Не слыша композиции, по одному названию, можно сделать два вывода, либо карма, да, отольются кошки мышкины слезки, что называется, то есть тебе потом еще ответочка прилетит, либо, о, видимо, это моя карма, разбитое сердце, о, опять на те же грабли наступило. Нет, нет, в нашем случае первый вариант, только первый вариант. Ну что же, тогда, наверное, сейчас мы как раз и послушаем эту песню. Спасибо большое, успехов на славянском базаре. Желаю вам успеха и развития. Спасибо большое. Утро на Болткове.